Здравствуйте, мои дорогие! Помните, я показывала вам вот это вот растение? И знаете, вот вернулась к этому видео. Кстати, кто, если захочет посмотреть более подробно и послушать и об этом растении, и почему так называется, я оставлю ссылочку под видео, и вы можете вернуться потом к этому видео и его посмотреть. Перед нами колонхоя. И колонхоя это показывала я вам вот специально, я посчитала 50 дней назад. Видите, она уже цветает, эти цвета можно уже обобрать. То есть я считаю, вот 50 дней для комнатного цветка. Это хороший результат. Отсветшие я убрала. Ну и, как видите, еще постоит. Мы еще полюбуемся. Ну и здесь, по-моему, уже все бутончики раскрыты. Вот здесь вот еще что-то лезет. Может быть, это будут новые цветоносы. Так что вполне возможно, что при хорошем уходе вот этот цветочек еще будет радовать. Так, а теперь вот от этого розового мы уходим. И я сейчас покажу вам совсем другой цветок. Он тоже относится к семейству колонхоя, но цветы совершенно другие. Здесь-то вот, видите, они махровые. Они махровые, розовые, нежный такой красивый цвет. Это вот у нас то, что после уборки. Ну и пойдемте смотреть красный. Вот это перед нами другое растение колонхоя. Здесь цветы уже красные. Они не махровые. И вот именно это колонхоя и является родителем вот того розового, который я вам показывала с махровыми цветами. Это колонхоя Блосфельда. А та разновидность, которую можно встретить в наших магазинах с махровыми цветами, называется колонхоя Блосфельда, сортотип колондива. Вот сейчас как раз к 8 марта или к другим праздникам как раз вот наши цветочные магазины будут заполнены колонхоя Блосфельда, колондива. Они могут быть еще и розового или оранжевого цвета. Разные встречаются. Чему же колонхоя может не цвести? На мой взгляд, этому могут быть две причины. Во-первых, если у этого растения нет периода отдыха. Я вам напоминаю, что колонхоя – это суккулент. Поэтому в вот этих листиках как раз задерживается много влаги, которая и продлевает его жизнедеятельность. Поэтому поливать его нужно осторожно, особенно в зимний период. И в зимний период надо давать ему просушку. У него должна быть зимовка. И зимовка – это должна быть с более прохладным содержанием, ну, где-то даже до 8 градусов прохлады. И с очень скудным поливом. Даже практически вот, ну, может быть, раз в две недели, раз в три недели полить этот цветочек. То есть он должен отдохнуть, набраться сил. И ещё, мне кажется, по какой причине может не зацвести колонхоя – это ему, если ему недостаточно освещения. Колонхоя должен стоять на солнце. Это может быть или восточное окно, или западное. Можно даже и на южном. Но южном тогда летом потребуется лёгкое притенение. Иначе листики могут получить солнечный ожог. И вот я так думаю, по вот этим двум причинам колонхоя может не зацвести. Мы же, как привыкли, принесли растюшку в дом, поставили на окно. И нам жалко. Как же это она стоит, бедная, без полива. И рука так и тянется за леечкой, так и хочется полить её. А оказывается, вот именно вот этому цветку, ну, и некоторым другим ещё, нужна как раз холодная зимовка и скудная. Иначе колонхоя даже от нашей такой большой любви с леечкой может и вовсе загнить, и ничего уже не будет. Ни растюшки, ничего, не то что цветов. И самой растюшки даже может не быть. А вообще растение неприхотливое. Переносит и сухой воздух наш комнатный. Почву можно купить готовую для суккулентов. Можно составить самим, но тоже надо помнить о том, что это всё-таки суккулент. Четырёхлепестной вот такой яркий цветочек. Аленький. Его тоже можно отнести к разряду аленьких цветочков. Единственное, что он может вытягиваться в процессе своей жизни. Тогда его надо будет обрезать, сформировать более красивый кустик. И укореняется он очень легко. Можно даже вот одним вот этим листиком размножить его. Можно срезать веточку и просто её поставить в воду. И тоже он даст корешки. Проблем с этим, по-моему, нет никаких. На этом я, наверное, видео своё закончу. Добыла рассказать вам то, что я знаю об этом растении. Можете поддержать меня пальчиком вверх. Можете подписаться на мой канал. Я буду рада и тому, и тому. До свидания.